Часто встречается, что начальников недолюбливают или боятся. В спортивной школе Олимпийского резерва номер 6 обратная ситуация. Директоры любят и защищают. В феврале руководителя школы Александра Чугунова уволили с должности без объяснения причин. Родители, тренеры и юные спортсмены написали несколько писем во властные структуры и выпустили видеообращение. Я вижу нарушения со стороны департамента спорта и туризма. И ответ на мои вопросы я не получил. И я готов эти ответы получить. Если в ближайшее время мне эти ответы не дадут, я эти ответы готов получить в прокуратуре. Обратиться, в общем-то, не к кому. И еще они нам такую сделали козню, что и нам работать не дают. Очень просим вас обратить на это внимание и прислать нам ответ. Владимир Александрович в школе проработал всего три года. Но за это время сумел расположить к себе детей и взрослых. Обзавестись группой поддержки. Тренеры рассказывают, что он снял с педагогов лишнюю бумажную работу и максимально улучшил условия труда. Родители в восторге от его манеры общения с детьми. Проблем с финансированием не было никаких. Нас от этого освобождали. Отремонтировали школу, положили крышу, сделали стены, влезли в ту сумму, на которую на нас смеялись. Вы не сможете ничего сделать. А мы сделали. Он бы он сделал. Он обязательно пожмет руку, обязательно дает напутствие и обязательно дарит улыбкой. Ну, это стоит дорогого. Правда, конечно, я бы сказала, директор может быть каждый, но такой, как Владимир Александрович, так и поискать. Директор Чугунов организационный опыт работы имел порядочный. Более 10 лет трудился в департаменте спорта и туризма. Затем его перевели с теоретической работы на практическую. Школу он решил модернизировать. Задач очень много стоит перед организациями. Очень много нужно будет подготовить нормативных актов, в том числе локальных актов на уровне спортивной школы. Вообще перестроить всю деятельность спортивной организации предстоит. И мы к этому как раз готовились. Обсуждали с трудовым коллективом эти вопросы. Бывали и споры с начальством, и недопонимание, рассказывает Владимир Чугунов. Но он никак не думал, что пострадает от собственных инициатив. В один день его сняли с должности, ссылаясь на пункт 2 статьи 278 Трудового кодекса, не указав причин. Директор Чугунов спрашивать не стал. Руководство в произошедшем не винит, но отмечает. За последние 4 года, если мне память не изменяет, поменялись 4 руководителя департамента. И еще 2 человека какое-то время исполняли обязанности. Естественно, все это не могло не отразиться негативным образом на деятельности и департамента, и подвесных спортивных школ. В 2012 году аналогичная ситуация уже была. Тогда начальник департамента спорта и туризма Николай Зотов, ссылаясь на нарушение субординации, снял с должности директора школы Олимпийского резерва номер 1 Василия Горщука. За начальников вступились подчиненные, организовали митинги, хотели перекрывать дороги. Вместо профессионального спортсмена Горщука на должность поставили психолога из Шуйского университета. В спортшколе номер 6 вместо Чугунова кресло занял коллективу неизвестный юрист. Чувство локтя – одно из качеств, которые прививал Василий Александрович. У него это получилось. Родители и воспитанники за директора Горой. Работа с этим человеком была очень плотная. И каждую тренировку практически мы с ним общались. Он подходил, делал замечания, узнавал, почему у меня такой результат, почему такой, куда я собираюсь. Помогал мне во всех соревнованиях, абсолютно во всех. И интересовался всеми моими рекордами. Мне это очень встит, и мне это очень нравится. Мне хочется самой заниматься больше, выступать лучше, когда я знаю, что это кому-то надо. Он контролировал, он ввел всю документацию. Хозяйственник, я его увидела с хозяйственной стороны. То есть зал и многие вещи он привел в порядок. Тренерский состав школы борется за скорейшее восстановление Чугунова в должности. Я дал обязательство, что пока не будет поставлена конечная точка в этом вопросе, я своим дальнейшим трудоустройством заниматься не буду. В телефонном разговоре к респонденту нашей программы, начальник Департамента спорта и туризма Николай Зотов, рассказал, что о проблеме этой сотрудники ведомства знают и стараются ее решить. Не исключено, что вопрос решится положительно, как в случае с директором Горщуком. Его в должности восстановили. Официальный ответ департамент даст на следующей неделе. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова.